В пункты голосования не пропустят граждан с повышенной температурой. Об этом сообщили в избирательной комиссии Северо-Казахстанской области. Там сегодня работают 650 участков. И на одном из них находится наш корреспондент Нургуль Ахметова. Сейчас она на прямой связи со студией. Нургуль, доброе утро. Расскажите, какие вообще меры санитарной безопасности предусмотрены в помещениях для голосования. Доброе утро. Мы сейчас находимся на избирательном участке, который расположен в 6-м корпусе Северо-Казахстанского университета. Здесь зарегистрировано около 1800 избирателей. И с утра жители идут сюда, чтобы сделать свой выбор. При этом большого скопления людей пока не наблюдается. Что касается санитарных требований, то здесь при входе установлен дезинфицирующий тоннель. И члены избирательных комиссий сидят за отдельными столами. Они в защитных шлемах, в масках, в перчатках, в одноразовых халатах. Каждый из них предварительно сдал ПЦР-тест. И у кого был выявлен положительный результат на COVID-19, то тех сегодня к работе не допустили. Для представителей СМИ также предусмотрены отдельные места. С учетом соблюдения социальной дистанции кабинки для голосования закрыты не полностью. Они без передних шторок, что непривычно, но вполне объяснимо в нынешних условиях. Также в самом помещении периодически проводят влажную уборку. И дежурят здесь медработники, которые при необходимости выдают горожанам маски и перчатки. И каждому измеряют температуру. Кстати, если у кого-то будет выявлен показатель выше 37 градусов, то пункт голосования этого человека не пропустят. Об этом ранее нам сообщил председатель областной избирательной комиссии Ербулат Бикшенов. И сейчас я предлагаю послушать его интервью. При выявлении температуры свыше 37 градусов данный человек запускаться на избирательный участок не будет. Специально местным исполнительным органам предусмотрено помещение, куда этот человек будет сопровожден для оказания ему медицинской помощи или вызова скорой. Если согласно действию законодательства он пришел до 12 часов, он может написать заявление о голосовании вне помещения. Ему вынесут переносную урну, дадут, и он сможет проголосовать. Всего в регионе более 399 тысяч человек, имеющих право голоса, и те, кто находятся сейчас на лечении в стационарах, они тоже смогут сделать свой выбор. В 8 лечебных учреждениях открыты избирательные участки. В целом по региону зарегистрировано 469 кандидатов от 5 политических партий. И у меня на этом все. Благодарю. Наргуля Ахметова работает из Североказахстанской области. А мы продолжаем.